Согласно заявлениям министров, участников саммита, государства-члены Евросоюза в принципе согласились принять к себе тех 160 тысяч беженцев, которые разбросаны сейчас по Европе. Какой практически смысл будут иметь эти обязательства, станет известно 8 октября, когда министры встретятся снова. А на этот раз им так и не удалось согласовать обязательных квот приема беженцев. Квоты – это не решение. Нам нужно помочь странам, которые наиболее страдают от большого наплыва мигрантов. И теперь это не только Греция и Италия, но и Австрия и Германия. Важно не только перераспределить этот поток, но и решить, как его остановить. А вот как его остановить? Ответа на этот вопрос министры вчера, кажется, так и не нашли. И ожидаемые более жесткие меры, среди прочего, против контрабандистов, которые доставляют беженцев в Европу, даже не обсуждались. А такие слова, как оружие и вооружить, если упоминались министрами, то в отношении агентства ЕС по безопасности внешних границ «Фронтекс» и исключительно в мирном контексте. «Мы обязательно должны вооружить «Фронтекс», который поможет организовать возвращение незаконных экономических мигрантов в страны их происхождения». А тем временем в Брюсселе рядом с местом, где проходил саммит, неизвестные активисты, большинстве сами беженцы, провели акцию с красноречивым названием «Refugees Welcome», «Добро пожаловать, беженцы», наступая, как отмечают многие аналитики, на те же самые грабли, вместо решения проблемы заниматься борьбой с ее последствиями. А решать проблему, считают они, нужно не в самой Европе, а далеко за ее пределами. Уничтожать средства доставки беженцев контрабандистами в ЕС и строить лагеря на границах стран, где идет война. Александр Силич, Настоящее время, Брюссель. С Д何 – Брюссель.